Добрый день, уважаемые друзья! С вами Радио Пророк. Сегодня у нас в гостях Анна Рылова. Мы сегодня будем говорить о масс-медиа, о формировании медиакультуры, если такова имеется, в нашем университете. Здравствуй, Аннушка! Меня слышно, да? Не надеюсь. Да, тебя слышно, не надеюсь. Да, здравствуй, здравствуй, Паша. А, нет, вчера я вычитал такое название, как медиакультура. Это культура, которая складывается под воздействием всевозможных средств массовой информации. Периодически я захожу на наш паблик ВКонтакте. Это Улей, который сейчас немного сменил свое название. И там определенные посты с определенным содержанием, связанные с основными победами нашего университета, событиями, которые приходят внутри ВУЗа. И хотелось бы все-таки выяснить. Паблик существует, наверное, уже года 3 или 4. Какого человека вы пытаетесь сформировать с учетом той информации, которая имеется на данном паблике? Что это за человек? Какими качествами должен он обладать, если вы ставите такую прерогативу и задачу? На самом деле паблик уже существует... Мы тут нашли пост 2011 года, так что он существует уже лет 6. Но раньше это была просто группа ВКонтакте, сейчас медиа-центр это такое большое скопление молодежи, журналистов, это различные направления деятельности. Если говорить про конкретный паблик ВКонтакте и вообще про вот эту медиа-культуру, на мой взгляд, нужно всегда говорить о хорошем. Хорошего много, не надо чернить СМИ, не надо говорить, что СМИ выворачивают все и делают все плохим и ужасным. Нет. Мы сами берем на себя ответственность, о чем мы должны говорить. Мы хотим сформировать корпоративную культуру, этику, любовь к своему призванию, к своей работе. Тем более у нас педагогический университет такой особенный университет, особенные люди, очень теплая атмосфера и вот это мы все стараемся поддерживать. И чтобы, конечно же, люди были в курсе всего, что происходит, потому что происходит масса всего. А рядовой студент зачастую не знает об этом, а интересного много и на каждом шагу. У нас буквально каждый день какие-то интересные мероприятия, заходишь и такой вот схожу на этот мастер-класс, схожу на этот концерт. И я думаю, мы помогаем людям развиваться, мы помогаем узнавать какие-то интересные вещи и формируем, наверное, вот как раз такую личность разностороннюю, развитую, культурную, интересную, интересующуюся всем. А еще такой вопрос, если посмотреть другие паблики ВКонтакте, других средств массовой информации, в частности, какие-то городские или областные, там очень много комментариев, причем, как всегда, не очень лестных, связанных с критикой и так далее. Были у вас какие-то отрицательные комментарии под каким-либо постом? Как вы на это реагировали? Изменяли ли вы пост или все-таки оставляли, или просто удаляли того человека, который написал что-то плохое? Честно говоря, при мне, вот сколько я возглавляю медиа-центр, такого не было. Может быть, потому что у нас нет каких-то таких постов резонных, как там в подслушанной, я не знаю, мы не стараемся там очернить кого-то. Я говорю, мы говорим о хорошем, это нужно, и мы настраиваем себя на это. Ну, иногда бывает, что там фамилия ошибся, например, и написали это в комментарии. Мы просто извиняемся, правим пост, и все счастливы, все довольны. Вот там приходила тоже журналистка, черный шоу, мы говорили об аналитике. Есть ли у вас аналитические какие-то статьи, либо этот жанр постепенно уходит, и все состоит исключительно из информационного посыла? Ну, в любом случае, информационные поводы, посыл, они остаются, и мы реагируем на какие-то мероприятия, на факты, на события, но аналитика, конечно, тоже нужна. И зачастую это бывает, например, по прошествии какого-то времени мы собираем статистику, данные, например, касаемо тоже медиа-центра, там, ну, даже самое банальное, сколько там просматривали у нас вообще записи, там, сколько комментариев, лайков. Ну, это не только касается данной тематики, но и по-другим. Там, например, победы, ребят. Тоже важно не просто публиковать новости, а знать, к примеру, за год вообще сколько и чего случилось, в каких направлениях. Это, мне кажется, тоже довольно-таки интересная информация. Аня, вот сейчас я вижу то, что вы езжаете куда-то за город, посещаете какие-то мастер-классы, участвуете в семинарах и так далее. Насколько велик ваш штат? Насколько часто вы передаете те знания, которые получаете в других городах студентам нашего университета, может быть, студентам других вузов? Тут были недавно две интересные поездки у ребят. Сама я не ездила, вот как раз отправила ребят развиваться в Москву и в Чебоксары. Приехали обе команды просто на огромном позитиве, с огромным опытом, просто заряженные, с горящими глазами. И очень все нахваливают вообще, отзывы тоже из городов идут. И к нам скоро приедет, кстати, делегация Чебоксарская, тоже обмениваться опытом и взрослые, и там, то есть студенты. И вот у нас уже с Чебоксарами тоже такие тесные отношения сложились. Мы в прошлом году к ним ездили, ну так, на разведочку. В этом году уже ребята поехали, мы подготовили мастер-класс, то есть уже для ребят чувашских, и провели для них. То есть отзывы отличные, ребята собираются к нам приехать. Ну а что касается, допустим, нашего штата, если говорить о, как бы, всем медиа-центре нашего университета, ну это более 50 человек, потому что на каждом мероприятии крупным организуются такие мобильные пресс-центры. Мы туда же активно ребят подключаем, вот Олимпиаду по французскому, по биологии была, отработали эти мероприятия, теств вот вожатых, и конкретно есть руководители еще направлений, например, фото-журналистика, тележурналистика, дизайна, социальные сети, печатная журналистика. То есть это люди уже, которые координируют эти все направления, подтягивают остальных людей. И на каждом факультете у нас тоже есть студенческие пресс-секретари, которые уже собирают непосредственно информацию с факультетов, с доконатов и внутривакультетских мероприятий. То есть система есть, система более-менее налажена, мы ее отрабатываем, вроде все пока пометируется. А по поводу рубрик, я вот часто замечаю всевозможные интересные видео-рубрики, это и пресс-подкат, и что-то лол-кек, или что-то в этом роде. Кто их придумывает, пользуются ли они популярностью, либо они имеют определенный ограниченный срок жизни, там полгода, после этого идет обновление какой-то совершенно новой рубрики. Как это все работает, кто это придумывает? Хочу сказать, что вот по поводу жизни сначала этих рубрик. Сколько ты вкладываешься, столько ты и получаешь. И над каждой рубрикой, даже если она небольшая, надо очень кропотливо думать, и что-то надо сделать, чтобы это было интересно, чтобы интерес публики не угасал. Поэтому это все совершенно зависит от команды, от людей, которые этим занимаются. Самый последний проект Студобзор придумали его наши ребята, то есть перед нами стояла задача не просто делать за неделю какие-то новости, а в каком-то интересном формате. Вот ребята придумали Студобзор, он, на мой взгляд, очень свеженький такой, интересный, и всем вроде нравится. Там еще рубрика есть с фотографиями, то есть все там хэштеги пишут, хотят попасть в эту рубрику. Но вот уже сколько у нас, 9 выпусков было, ребята делают, стараются, вот ездили тоже в Москву, в Чебоксары показывали, их там нахваливали, что здорово, классный подход. Ну, сейчас же опять все от них зависит, чтобы вкладываться, вкладываться и получать результаты. Пресс-центр существует уже с 2011 года, с появления первого, условно говоря, комментария. Тем не менее, кто-то из пресс-центра устроился на работу в газету, не знаю, какое-то средство массовой информации, либо все-таки люди идут работать в педагогическую профессию, а вот эта информационная составляющая у них существует как хобби. На самом деле, конкретно я сейчас не могу сказать, но наслышано, что, например, Марина Суворова осталась тоже в этой деятельности. Мне врать свой журнал сейчас. Да, у нее Seven Hills, по-моему, был журнал, и сейчас они его заново начинают, то есть заново запускают. Я могу сказать на личном примере. Я филолог, и, ну, то есть моя, в принципе, первая профессия – это учитель. Тем не менее, увлечение журналистикой перетекает во что-то более серьезное. Так, в прошлом году я работала на Международном культурном форуме, помощница, между прочим, тоже нашей студентки, выпускница Наташи Гмызиной. То есть вот эти связи пресс-центровские, они играют свою роль уже. Ребята куда-то устраиваются, зовут потом своих, подтягивают. То есть уже Наташа видела, как я начинала работать, позвала, то есть ей была, ну, нужна была помощь. И для меня это тоже был очень интересный опыт. И так со многими ребятами. Приходишь на какие-то городские площадки, видишь наших фотографов, наших операторов. Ребята ведут различные группы, дизайнеры делают тоже дизайн для разных-разных групп. И ребята устраиваются, это здорово, что вроде обычное такое направление, да, студенческое объединение становится для ребят чем-то серьезным. И не просто так мы это все делаем, не просто мы ведем паблик, не просто мы ходим, сюжеты снимаем. Это реально призвание, это профессия. И здорово, что ее можно получить совместно с основной профессией. Выйти из университета не только специалистом, то есть учителем, а кто-то у нас. И у нас совершенно со всех факультетов есть ребята, и юристы, и экономисты, и переводчики. То есть это не обязательно педагог. И еще выйти журналистом, к тому же. Это просто прекрасно. Еще один вопрос относительно того, когда все это начало развиваться бурно. Например, когда я учился и даже заканчивал аспирантурой, это 2013 год, информационный центр, кажется, стоял там буквально из тысячи человек. Новости появлялись не систематично. Когда произошел взрыв? Потому что сейчас вот наш паблик является одним, наверное, из самых активных, потому что я периодически захожу на политефский паблик, совершенно не вижу улгушной. И кто смотивировал всех студентов вплотную заняться пресс-центром? На самом деле, я поступила в 2013 году, поэтому то, что было до, я объективно не могу судить. Когда я пришла уже, начиналось, ну, вот эти обороты начинались, и, думаю, Марина тоже большую роль сыграла, вложилась. И после этого вот Оля Ширигина была руководителем, ну, и, соответственно, потом пришла я. Но хочу сказать, что до того, как я пришла, уже была сформирована команда, и, то есть, многие из этих ребят до сих пор в моей команде сейчас. И они, ну, такие студенческие профессионалы своего дела, и они очень помогали мне и помогают. Но, я не знаю, объективно я не могу судить, но мне кажется, сейчас, особенно с ребрендингом, появилось что-то свеженькое, что-то новенькое. Мы очень хотели, чтобы у студенческого пресс-центра было свое название. А сейчас мы еще и медиа-центр. Объясню почему. Потому что уже появляется своя база, ребята вот приходят, работают, у нас есть различные направления. Просто мы расширяемся, расширяем свою границу, выходим уже на региональный уровень, помогаем на других мероприятиях. И уже смело можно заявлять, что мы не просто пресс-центр, мы не просто ведем группу ВКонтакте, а что у нас уже такое прям здоровое, классное объединение. Вот по поводу расширения завоевания, было ли такое, что какие-то ваши статьи из пресс-центра уходили на какие-то региональные СМИ, там, не знаю, на Медиа-73 или там в Новую Газету, куда угодно? Это было. А еще, знаешь, что было? Я снимала, ну, вместе с командой ребят, поздравления ректора на день рождения. Я люблю некоторые просто видео продумывать, и потом хожу, вот говорю, вот это так снять, вот это так снять. Мне очень нравится тележурналистика. И, ну, прессу забрали это видео, поздравления ректору, вот, мне потом говорят, и все-таки приятно. И статьи забирали, какие-то яркие фотографии. И тут еще очень важно опубликовать это первыми. Есть вот новости, у нас же многие просто ленятся, там, лишний раз написать, лишний раз выложить. Надо просто хватать инфоповод, делать и не лениться, и тогда у нас будет первый источник. И наверняка еще больше будут брать. Уважаемые друзья, у нас в гостях Анна Рылова, исполняющая обязанности руководителя медиа, уже, наверное, от центра Ули. И мы к ней вернемся после презентации нового альбома от Касаби. Поехали. Как мне удобно мышку ставить. Ой, слушай, да сколько еще осталось учить? Для последнего года, не последний? Это четвертый. Четвертый. Да я сейчас тоже ищу ведущих на радио. У нас сервец практически выпустились, выпускается на пятом курсе учиться. Вот. Еще, просто спрашиваю. Можешь опять свою рубрику? Запрос. Сколько ты раз на неделю? Один день просто, берег же один день. Вот, можно чисто студенческую жизнь освещать. То есть я могу приводить к общей левых гостей нижней университета. Ну, наверное, подумай. Подумай. Я сейчас четвертый курс, да? Там, может, там где-то, наверное, только полгода у тебя будет более-менее нормальное время, потом начнется, что сейчас восстанет, ребят. Забыл. Потом куда собираешься идти? У тебя нет мусорки? Мусорки нет. Если есть жвач, то можно сюда положить. Я не знаю, останусь ли я в левере, останусь ли я в мусорку, пока не знаю. Потому что хочется уже куда-то дальше идти. У нас родились именно? Да. А никуда не звали из наших местных? Не звали. Меня звали в библиотеку недавно. В библиотеку? В городскую. В концентре тоже? Да, в центре. Потом там можно в Ямской области, ну, не пресс-секретарь, а, ну, там, видимо, помощник или что-то такое вот. Ну, как бы пока у меня другая забота возьми. Потом рабочий день нет, конечно. Дети? Да, дети, семья, однику. Ну, отмужается. Не знаю, не хочется заболевать. А уехать в другую город? Там попытаться чаще. От себя не убежишь. Так не от себя. К себе может, наоборот. Не знаю. Надо закончить. А потом думать, что загадать. А в школе нет желания при работе быть другой? Зачем? Я не тебя сейчас. Нет, мне понравилось в школе, но я считаю, что... Если ты не хочешь, как на этом заниматься, просто не стоит соваться туда. Но смысл, ты два года потеряешь, себя помочишь и все. Поехали. Это все специально, потому что ты показал тректора и сказал, все, ее отчислите. Да нет, но у меня это покажется. Спасибо. Не за что. Уважаемые друзья, Анастанна Рилова в прямом эфире. Мы продолжаем разговаривать о масс-медиа. Аня, вот такой аналитический вопрос относительно той журналистики, которая существует в нашем городе. Наверняка ты следишь, как развиваются другие паблики, каких-то региональных СМИ. Какой ты считаешь наиболее достоверный, где ты в первую очередь прочитываешь новую информацию и интересный тебе это? Сайт Ульяновского государственного педагогического университета. Достоверность 100%. Рерайт оттуда иногда нет. А если брать какие-то региональные СМИ, касающиеся событий нашего города? Кстати, по поводу твоего замечания, то, что сейчас реально везде пиарят Чернухова. Абсолютно точно, когда я открываю Яндекс.Новости, причем уже не в первый раз, открываю паблик Ульяновской, там реально все связано в первую очередь с авариями машин, перевернувшись в Чердаклинском районе, где-то еще. Где ты черпаешь новую информацию и от каких журналистов, возможно, получаешь определенный вдохновенный пинок? Могу сказать, что мне нравится, как в последнее время развивается сайт Мозаики. Раньше это была просто газета, сейчас у них прям свой портал. Мне нравятся их видеопроекты, интересные очень. И нравится, как они это преподносят. И что они делают систематически, это и для меня это тоже показатель и хороший опыт, который можно применить. Ну, Уллпресс мне нравится тем, что это живой такой портал. Вот именно если комментарии, у нас, например, комментарии бывают, поздравляют, да, если мы укладываем пост с какой-то победой, или там желают удачи. Мне нравится, что Уллпресс это живой портал, но интересно, как это можно применить. Вот, опять, без чернухи только. Вот, надо это как-то тоже продумать и внедрить. Вот, а остальные порталы... Ну, если, например, группы ВКонтакте, я очень люблю паблик Дзен. Я просто обожаю его, я каждый божий день туда захожу. Вот. Ульяновск онлайн, конечно, да, там аварии, кто где, когда что-нибудь не так сделал, но прикольно Ульяновск онлайн, опять же, для меня формат, что... Всегда точный прогноз погоды. Да, всегда точный прогноз погоды и что есть новости, она прямо сейчас известна. То есть у нас тоже, если ты заметил, есть онлайн такие рубрики, то есть у нас есть анонсы, новости и онлайн. То есть вот идет мероприятие, да, мы сразу сфоткали все, выложили комментарии или видео сняли. Вот такой формат мне тоже очень нравится. Я, кстати, заметил то, что постепенно утрачивается, не знаю, звание или призвание журналиста, то, что многие новости просто появляются анонимно, чаще всего копируя из какого-либо другого сайта и тем самым утрачивается функция и задача журналиста писать что-то новое. То есть сейчас определить, кто написал какую-либо статью практически иногда невозможно, потому что ее, ну, кто-то, условно говоря, украл. Вот есть у тебя какие-то определенные кумиры, может быть, в области ульяновской журналистики или, может быть, всей российской, чьи новости тебе приятно читать? Не читать. Или смотреть? Мне нравятся статьи журналистов, которые публикуются в «Русском репортере». Это единственный такой журнал, который я безоговорочно люблю и стараюсь часто очень читать. А так я еще интересуюсь тележурналистикой, поэтому мне важно, как ведут себя на экране ведущие, дикторы. Я тоже за этим наблюдаю и тоже тенденции меняются. То есть если раньше такие требования были к ведущим, к дикторам, сейчас как-то это более, ну, меняется формат. То есть человек может уже и «Р» там не выговаривать, да? У человека может быть разный темп. Я вот, например, ненавижу, когда ведущий или корреспондент медленно говорит. Мы находимся на месте событий, и тут вот Паша сидит. Я люблю, когда вот это все в темпе проговаривается, и тогда какой-то накал появляется, интересно смотреть. А еще такой вопрос относительно твоего будущего. Если бы ты открывала свою телерубрику, или бы открывала свой какой-то информационный портал, что бы это было за портал, какой формат у этого всего было? Ты вот такой вопрос задал. Я не знаю, вот мы с тобой тут в перерыве говорили о моей профессии учителя и об увлечении журналистикой. Я уже сказала о том, что мне нравится в школе, но, наверное, я больше склоняюсь к тому, что я продолжу развиваться в направлении журналистики. Но, возможно, я освежу это. Мне нравится преподавать ученикам, и, возможно, я просто отучусь еще в магистратуре, к примеру, на журналистику, и также пойду в школу, или проект совместный со школьниками. Мне нравится обучать ребят, мне нравится какой выхлоп от этого получается. Если говорить о каком-то канале, вот, кстати, еще из того, что мне нравится, мне нравится телеканал «Пятница» вот этими своими живыми проектами, то есть «Орел и Решка», да, как они там путешествуют, здорово. Почему бы не сделать тоже такое? По Ульяновской области, да, путешествую, у нас столько классных мест просто... За 100 рублей. Да. Слушай, реально, путешествие там по Ульяновской области за 100 рублей, а вот другого косарь, да? И кто лучше попутешествует? Кто на маршрутке, а кто на такси поедет? Харта, как его, Бинбанк или там, Сбербанк, стипендия? Да, 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 да. Харта моментальная, просто открою момент. Вот. Ну, здорово. Такие просто, понимаешь, общество меняется, люди меняются, меняется информация. Если раньше интересно было читать статьи в интернете и ВКонтакте то же самое, сейчас это просто новости короткие, потому что у людей мало времени теперь на это, удобнее прочитать там две строчки. И проекты теперь должны быть живые, более направлены на общественность, на людей, на окружающую среду. И если бы я делала что-то, это, наверное, было бы... Спасибо. Я просто вот так хочу поговорить. Это было бы, наверное, что-то более творческое, более живое. Я очень люблю наши регионы, и молодежкой занимаюсь, общественной деятельностью. И я хочу вот на это еще больше уклон сделать, чтобы ребята поняли, молодежь поняла, что здорово. Вообще и много возможностей у молодежи, везде много, что в другом городе, что в нашем. И вот мне нравится это все совмещать. Относительно затраты нашего времени на какую-либо статью есть интересная новость. Кажется, газета «Коммерсант» выкладывала, сколько времени потребуется для того, чтобы прочитать ту или иную статью. То есть на прочтение этой статьи вам потребуется буквально одну минуту. И это реально экономило время, и многие люди реально постили этот пост, потому что газета предвосхищала их ожидания. У нас в гостях была Аня Рылова, пытаясь разобраться в локальной журналистике нашего университета. Надеюсь, не в последний раз. Хорошего развития. Открывайте свои рубрики, идите в школу, несите светлое, доброе, чистое и так далее. Спасибо. У нас заключительный трек от «Касаби». Мы по-прежнему занимаемся презентацией нового альбома. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok